приветствую друзья с вами андрей пимокин и сегодня мы разберем что же будет на заседании фрс 1 февраля во первых стоит отметить то что те намеки о победе над инфляцией будут отправлять цену все выше и выше у нас будет две категории первое это выход самой ставки по кредитованию и конечно же далее спича джером пауэлла я в принципе ожидаю что мы увидим какой-то небольшой откат на выходе ставки и на спича цена в течение недели вернется к текущим отметкам которые мы видим сейчас то есть большой коррекции как таковой я не ожидаю если смотреть на снп то возможен откат до 4000 долларов с дальнейшим ростом можно зафиксировать приблизительную траекторию первый таргет будет у нас обозначен в 4300 долларов за снп приблизительно такой исход событий я ожидаю от сегодняшнего заседания и от сегодняшнего спича долгосрочной перспективе у нас остается лонг в краткосрочной перспективе можно попробовать поискать шартовые позиции вот к 4000 долларов за снп что касаемо биткоина друзьям давайте рассмотрим его по биткоину предварительно ожидаю что будет отработана верхняя траекториям то есть с маленьким откатом опять-таки на выходе ставки и с дальнейшим ростом к 30000 долларов за биткоин вот что хочу увидеть опять-таки нет никаких абсолютно негативных триггеров сегодня по экономике она не в рецессии нет никаких банкротств да где-то слышны слухи об увольнениях сотрудников но все это не критично для того чтобы заложить какие-то позитивные ожидания особенно по потолку ставок и особенно о прекращении жесткой денежно-кредитной политики поэтому друзья ждем маленький откат с дальнейшим ростом если по снп этот откат возможен к 4000 долларов то по биткоину этот откат может быть немножко поглубже это где-то 21 тысяча долларов за биткоин с дальнейшим ростом 30 к 29 вот приблизительно вот такой диапазон я для себя выделяю если вы можете заметить то вот здесь у меня есть зона сопротивления от который я ожидаю уже более сильный откат который может быть связан с краткосрочной коррекцией с каким-то банкротством либо негативным триггером но пока в рамках моего прогноза и в рамках настроения инвесторов а мы ждем в принципе дальнейший рост ничего не предвещает беды и я не думаю что сегодняшнее заседание может что-то в корне поменять тем не менее у нас должен быть с вами план б если ставка выходит 50 базисных пунктов плюс главный спикер фрс настроен максимально негативно и настроен на дальнейшее повышение опять-таки на 50 на 25 и потолок ставок будет увеличиваться по его словам и ситуация его не будет устраивать тогда конечно же мы скорее всего увидим разворот тренда и как это будет выглядеть на графике объясняю вам друзья на графике это будет выглядеть следующим образом bitcoin уходит вниз закрепляется ниже двадцати тысяч долларов и здесь мы ищем шартовые позиции приблизительно вот так с дальнейшим перелоем либо с дальнейшим тестом зоны интереса по биткоину это где-то 17 тысяч долларов возможно будет какой-то восходящий откат с дальнейшим снижением если же мы говорим про и сын пи это будет выглядеть абсолютно таким же образом только по ценам и сын пи как вы же догадались мы выходим вниз по 4 тысячи долларов закрепляемся и идем ниже в первую зону сопротивления это где-то 3 800 3 700 при при перелое 3 750 долларов мы идем еще ниже скорее всего за следующими таргетами 3 700 3 630 и вот к предыдущему лаю 3 500 долларов это наш план б но на него пока что ориентироваться не стоит именно в данный момент только после спича мы сможем понять дальнейшее направление в принципе я дал вам все наводки дал вам все сценарии которые могут быть и объяснил как вы с должны отработать свою торговую стратегию либо свои какие-то торговые идеи что по фонде что по крипте два главных поводеря s&p 500 и биткоин друзья если вам интересно попасть на мой обучающий курс переходите по первой ссылке в описании всех вас жду ежедневные созвоны ежедневная работа с рынком ежедневные торговые идеи и публикация моего анализа по рынку все дополнительные детали вы можете узнать по первой ссылке тем не менее сегодняшний день принесет нам много волатильности тем желаю хорошенько заработать до следующего видеоролика